Всем привет! Рада приветствовать вас у себя на канале про стильный Алиэкспресс. Меня зовут Вика, и сегодня я хочу вместе с вами распаковать несколько посылок к лету. Здесь будут купальники, пляжные туники, много шортов, очень много летней одежды. И давайте начинать! Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Погнали распаковать! И я взяла такую маленькую посылочку, на ней написано купальник. Я сейчас жду только один купальник, так что я знаю, что это за купальник. И это копия известного бренда Calvin Klein. Черный цвет, и продавец мне посоветовал выбрать М-ку, хотя я сначала положила С-ку, заказала, но продавец спросил мои параметры и сказал, вам нужна М-ка, девочка. Так что, да, спасибо ему большое за это, потому что чашка на самом деле, даже в М-ку, у меня сюда ничего не войдет, она очень маленькая, очень сильно маломерит. Я прям вижу, что супер вот такой вот детский размерчик на небольшую грудь. Это, да, М-ка. Трусики сейчас посмотрю. И трусики чуть побольше, кажется, чем вверх, но тоже, да, конечно же, маленькие. Есть тут логотипчики Calvin Klein, 82% полиамид, 18% эластан. Мне нравится качество, кстати, пахнет новым купальником. Резинки хорошо тянутся, здесь такая вот контрастная резинка с надписью бренда. Очень красиво она будет сидеть по бедрам на косточках, то есть такая, получится как бы высокая посадка, но на самом деле они классической посадки, трусики. А лиф обычный треугольниками на завязках на шее, сзади тоже завязка такая пластмассовая. Лиф очень маленький, я расстроилась, потому что я хотела себе такой купальник действительно, но вот очень он маленький, все-таки, мне кажется, я в него не влезу. Там у продавца несколько расцветок, этот магазин я вам уже показывала, заказывала там белье, я вам оставлю промо-код на экране, и внизу в описании видео тоже оставлю промо-код, и ссылку как заказывать тоже оставлю, потому что продавец прячет все, чтобы его не закрыли, так что там есть определенные сложности, с ним нужно связаться и уточнить весь ассортимент. Раз уж мы начали с купальника, я сразу тогда открою пляжные туники. Этот магазин пляжных туник я прямо люблю, но люблю его больше даже не за качество, а за скорость доставки. Очень быстро действительно из этого магазина мне доходят купальники, пляжная одежда. Часто-часто я у него заказываю, но вот этот туник из полиэстера на ощупь, хотя у него очень много разных пляжных туник, хлопковых, достойного, хорошего качества, в районе 1000 рублей. Но это все, знаете, познается просто методом проб и ошибок, потому что отзывов немного, по фото ничего не понятно, потому что они взяты просто какие-то популярные, не знаю, американские, наверное, бренды, либо австралийские, и вот китайцы их просто копируют. Но вот это полиэстер, мне не нравится ткань, она будет неприятная, она еще шуршит, скрипит, в общем, какая-то, ну, бюджетная, конечно же, туника сама по себе, но вот ткань не самая приятная, но мне нравятся пуговицы первомутровые, такие красивые. И вторая туника розовая с глазами, здесь очень много глазок, они по всей поверхности, мне показался этот дизайн очень интересным, необычным, я думаю, многим он понравится. Хотя, я не знаю, как его стилизовать, с каким купальником, наверное, лучше с однотонным будет, каким-нибудь розовым, сереньким, черным, потому что она такая достаточно яркая. Здесь тоже стопроцентный полиэстер, но вот эта ткань мне больше, понятно, чем вот эта, которая сделана с претензией на лен или хлопок, но при этом слишком скрипучая. А это просто обычный шифон средней плотности, не сильно просвечивающий, то есть здесь особо прямо вот видно, всю фигуру не будет, так что за это можно не переживать. Мне нравится, что цвет не сильно насыщенный, яркий, он больше такой лилово-фиолетовый. Прикольно смотрится туника, мне она нравится, по качеству тоже хорошая, и затяжки, завязки здесь на талии, они затягиваются, то есть это не резиночка, их можно просто задрапировать, сделать такую вот складочку на талии, мне нравится, хорошая туника. Дальше открываю посылку, на которой написано шорты, здесь будет много шортов сегодня в распаковке, покажу вам несколько вариантов, чтобы вы определились, какие вам нужны к лету. А это комплекты из магазина Topis, и здесь шорты, они как велосипедки, то есть хлопковые, такие эластичные, к ним идет в комплект майка, и еще идет в комплект футболка, но все это можно по отдельности покупать, и там очень много разных расцветок, я выбрала свой любимый в этом сезоне, насыщенно зеленый, то есть можно и майку отдельно, и футболку отдельно купить, и шорты. Еще у Topis я взяла на обзор вот такую вот юбку зеленую, шифоновую, сейчас посмотрим, и здесь, а, еще одна футболка из комплекта. Ладно, самое интересное, конечно, в этом, это комплект, сейчас мы посмотрим, или это платье, да, точно, это платье футболка, такое вот длинное, большое, огромное, размер М, очень плотное, кстати, по качеству хорошее, прям вот очень хорошее, достойное, кстати, вот кармашки еще здесь есть, я увидела их с изнанки, кармашки тут вот скрытые, платье будет длинной мини, но оно очень свободное, очень комфортное, цену сейчас не помню, помню, что мне дороже 1000 рублей. Хорошая ткань, это футболка, и внутри не начес, а петелька, но он плотный, он хорошо держит форму, такой вот жестковатый, сейчас буду отпаривать, примерять, мне кажется, что тяжело отпариться. Платье мне понравилось, осталось им довольно, хороший плотный материал, приятный к телу, хлопок, дышит, М ко мне хорошо, она достаточно свободная, эску я бы себе не хотела, по длине на мой рост 165, я считаю, что очень хорошо, думаю, до 170 будет 100% нормально. Расцветки классные, яркий зеленый цвет, это тренд, мне все очень нравится, и если вы в положении, то обратите внимание на это платье, я знаю, что девушки-беременяшки очень любят такие свободные силуэты, и платье-футболка, это всегда очень комфортно, и здесь достаточно много места, можно просто взять на один два размера больше, и так вот все лето в нем пробегать вам будет точно удобно. Дальше открыла топис шорты, они достаточно хорошо тянутся на резинке, хорошая резинка, и вообще сшиты они очень хорошо, тоже размер М, они с кармашками, средней плотности, вот эта футболка-платье была поплотнее, здесь с изнанки не петелька, а просто, ну, такой же футер, хорошие шорты по качеству, дальше смотрим майку. Майка топ, просто обычная, короткая майка топ, даже не знаю, что про нее сказать. В комплекте с шортами она будет смотреться хорошо, конечно, ее можно будет носить потом и с джинсами, но вообще она выглядит просто как домашняя майка, какая-то такая детская, не знаю, что про нее сказать, но как комплект это, конечно, интересно. И дальше это футболка. Вообще странно, почему такой костюм продается комплектом именно футболка, майка и шорты, было бы логичнее, если бы была какая-то толстовка или худи, свитшот, что-то такое, да, тут как бы футболка, майка и шорты, и вот платье еще. Футболка тоже неплохая, но она укороченная, то есть вот это не тот модный сейчас фасон, когда удлиненная оверсайз толстовка поверх шортов. Это немножечко другой фасон, но он тоже очень интересный. Можно, кстати, майку вот эту заказать, например, другого цвета розового и надевать поверх футболки. Получится прикольный комплект, очень такой необычный. Сверху вот так вот надеть шорты, можно вообще все разных расцветок заказать, и такой вот крэйзи, крэйзи лук получится, такой городской сумасшедший. Ну, почему бы и нет, можно попробовать. На самом деле, как домашний комплект хороший, это хлопок, и он прям ощущается качеством, я очень-очень довольна, мне понравилось. Хороший, приятный по качеству комплект для того, чтобы гулять с ребенком, прогуливаться с собакой на пробежку или просто даже дома носить. В общем, летом очень комфортный, действительно, он хлопковый, материал приятный к телу. На мне М-ка шорты, М-ка футболка и топ снизу эска. Конечно, топ снизу не нужен, мне кажется, достаточно взять либо футболку, либо топ, что вам больше подходит по стилю, образу жизни. А именно вместе этот комплект, как майка и футболка, ну, немножко странно. И дальше посмотрим юбку, она зеленого травянистого цвета с нанесением цветочного принта, она а-силуэта слегка такая расклешенная, тоже приятное качество. Это размер S, у нее скрытая молния, она в тон, молния не выбивается из общей картины, но мне кажется, что полиэстер. Хотя он достаточно приятный, он не электризуется, он не прилипает, юбка очень миленькая. И у продавца тоже есть несколько расцветок, так что загляните, зайдите по ссылке в описании, посмотрите, если вам не нравится такой травянистый зеленый, может понравится другой, но юбочка неплохая. Размер S у юбки сел на меня хорошо, размер больше здесь 100% не нужен. Минус есть, она немножечко все-таки электризуется, так что я ее сбрызнула антистатиком, и сейчас она не липнет к телу и достаточно красиво струится. Она легкая, но у нее есть небольшая подкладка, благодаря которой она не будет просвечивать. Юбка комфортная, стильная, красивая, мне понравилась. Раз уж открыла шорты взрослые, теперь открою шорты детские от бренда HNNE Kids. Это Simwood, но Simwood детский. Я этот магазин уже показывала, мне очень нравится качество детской одежды, там ну и Simwood мужская одежда тоже просто безупречного качества. Заказала Роберту в садик две футболки и шорты, тоже зелененькие, себе прямо family look получился. Футболка из хлопка, вот так аккуратно проложена бумажка, есть логотип бренда на рукаве, очень красивые бирочки картонные, очень презентабельно она смотрится, качество действительно хорошее. Почему я заказываю футболки на Али, когда их можно купить за те же деньги в каком-нибудь H&M, потому что, например, в H&M мне качество не нравится. 100% хлопок, раз уже заговорила про качество из масс-маркета, я, конечно, Роберту в основном покупаю одежду у нас где-то в магазинах, это всегда либо H&M, либо Zara Kids, там Gloria Jeans, может быть, Sinsay, или как он правильно называется, Катон. В общем, все эти футболки на 2-3 стирки максимум, они потом все перекручиваются. Хлопок самый-самый дешевый, вот здесь хлопок намного лучше. Толстовка, показывала ее недавно из этого магазина, служит уже полгода, я очень часто стираю детские вещи, то есть практически после каждой носки приходится стирать, потому что всегда ребенок приходит грязный. И с ней абсолютно ничего не случается, ни единой катышки в принципе на ней нету, мне очень, правда, очень нравится качество. Ну и там отзывов очень много сшито, ткань очень приятная, она очень мягкая на ощупь, то есть ребенку будет в ней очень приятно, и она не становится жесткой после стирок. Мне нравится, и расцветки, конечно, классные, плюс очень минималистичный дизайн, то есть нету никаких принтов, никаких мультяшных героев, то есть все очень красиво, стильно. Сейчас, конечно, модно вот эта вот минималистичная одежда для детей, все в бежевых пастельных тонах, но я все-таки считаю, что иногда ребенку можно одеться как ребенок. Если он хочет себе мультяшного героя, ну пусть, просто сейчас все мамы-блогеры в инстаграме кричат, что вот, зачем вы так некрасиво одеваете своих детей, пестры. Я спокойно к этому отношусь, главное, чтобы ребенку нравилось. Но это очень минималистичный дизайн, и шортики я выбрала размера 110, футболки тоже, по-моему, 110 размера, да. У Роберта рост 102, я думаю, что ему будет вот в самый раз, то есть не слишком велико, а как раз вот на сейчас даже не слишком на вырост. Очень красивая бирка на булавке, здесь держится хорошо, что она там не вшита, можно просто ее достать. По-моему, есть бесплатный возврат, так что, если что, вы сможете примерить на ребенке. Я знаю, что дети просто, ну у меня Роберт всегда очень возмущается, если надеть на него с биркой, ему надо сразу же все отрезать, чтобы ничего не мешалось. Так вот, тут вот можно спокойно примерить, потом бирки обратно нацепить и вернуть, если что-то не подошло. Это не проблема. Внутри здесь петелька, очень приятные по цвету шорты, и вот такой получился комплект разного зеленого от салатового до такого ментолового и мятного. Мне очень нравится качество, я правда рекомендую этот магазин. Дальше открываю огромную посылку, хочу про нее рассказать быстро, чтобы много времени просто не тратить. Перейти к остальным посылок еще много. Это магазин FineWords, я здесь заказала двое шортов, одни вот такие удлиненные, как велосипедки, они стрейчевые, они тянутся. Я выбрала себе размер М, я думаю, что он мне будет хорошо, но возможно не сильно в обтяжку. С размерами, конечно, в таких магазинах всегда проблемы, тяжело, потому что знаешь, что они маломерят, знаешь, что это азиатские размеры, но в то же время слишком большой здесь брать не хочется, потому что он должен сидеть в обтяжку. То есть это велосипедки такие с необработанным краем, тут еще имитация как будто бы дырки есть обрезанной, и здесь не прорезана петелька для пуговиц, это показатель того, что вещь новая. Велосипедки хорошие, мне понравились, по качеству на мне М-ка, если без ремня, то будет немножечко свободно в талии, чуть-чуть топорщится пояс. Так что если у вас талия чуть уже моих 65 см, вы можете взять эску, потому что они стретчевые, они очень хорошо тянутся, так что по бедрам они в любом случае растянутся, ну и они обтягивают, конечно, и бедра, и сзади, это нужно понимать, иметь в виду. По дизайну, мне кажется, они очень прикольные, необычные, у них асимметричный пояс, который классно смотрится, если здесь есть ремень, просто привлекает к себе внимание, и снизу такой разрез, как будто бы их немножечко отгрызли. Следующая вещь, это шорты расклешенного силуэта, у меня такие были в прошлом году, тоже бежевые, не помню из этого магазина или из другого, но по качеству они примерно одинаковые, здесь все ровненько, все красиво сделано, я люблю такие шорты летом, потому что джинсовые шорты классические в городе, которые укороченные сильно, я не люблю носить, потому что это слишком откровенно, слишком привлекает внимание ненужное, а вот такие шорты, они не смотрятся как-то вульгарно, не смотрятся пошло, в них комфортно, абсолютно комфортно и в городе, и где-то гулять, и на пляж, в принципе, тоже отправиться хорошо, но вот эта модель не тянется, это хлопок, это размер М, я думаю, что мне будет нормально. Шорты классные, мне они понравились, размер М мне сел просто идеально, лучше, конечно, с ремнем, потому что сейчас в талии, ну, чуть-чуть свободные, есть свободное место, это только плюс. По бедрам они седают тоже свободные, они такие слегка расклешенные, и для городского стиля они отлично подойдут, потому что они не слишком открытые. Дальше распаковала платье цветочное, несколько расцветок было у продавца, зелененькое, желтое и, по-моему, голубое. Мне очень понравился желтенький вариант, потому что у меня мало желтеньких платьев, и захотелось примерить чего-то такого нежного. Мильфлер, очень романтичный, такой французский шик, здесь короткий рукав-футболочка, здесь резинка на талии, здесь защип на грудину, он не расстегивается, пуговки нету, небольшой подъем в области плеча, то есть такой буфом рукав, и длина мини. У платья есть подкладка, и она, скорее всего, синтетическая, ну, не скорее всего, а 100%. Сейчас я бирку посмотрю, она здесь так интересно сзади болтается, написано, I think you are very attractive, я думаю, ты очень привлекательная. Мне нравится, что продавцы делают такие интересные бирки, всякие послания присылают, милые, хотя, конечно, это все, наверное, не очень экологично, но куда деваться, сейчас без этого никак. Дальше, что мы посмотрим, есть скрытая молния сбоку, то есть платье на молнии застегивается, и у него подкладка в области груди тоже есть, нету подкладки только на рукавах, но все-таки ткань, скорее всего, это полиэстер, может быть, небольшая примесь хлопка, но оно очень миленькое, очень красивое, нежное, мне очень нравится, но летом будет, наверное, жарковато. Это ретро-платье мне понравилось еще больше, несмотря на то, что тоже стопроцентный полиэстер, но у него очень гладкий, очень приятный, нежный, бархатистый материал, так что я им осталась довольна. Платье на подкладке полностью по всей поверхности, это хорошо, потому что оно не будет просвечивать. Размер M мне сел хорошо и по длине, и по плечам, и по T, в общем, во всем сел мне хорошо, так что с размером угадала. Следующее платье тоже в цветочек, и оно уже без подкладки более легкое, тоже с рукавом футболочкой, на молнии сзади, очень тоненький материал, но я думаю, в данном случае это будет плюсом, потому что все-таки это полиэстер. Размер S я выбрала, у желтого платья я не посмотрела, какой размер взяла, напишу обязательно в описании, проверяйте, ну, примерю, конечно же, тоже скажу. Ну, бирку пытаюсь найти составом, написано, ну, да, полиэстер, скорее всего. Нету ниток, очень тоненькая, очень нежная, такая воздушная, и здесь будет очень красивый акцент на груди. Мне нравится, как сделано. Платье в ретро-стиле, очень красивое, женственное, романтичное, нежное. Актуально такие платья сочетаются с сандалиями деда, которые я вам тоже покажу совсем скоро, и, например, с носочком беленьким. И такой получится образ, немножечко инфантильный, детский, как будто бы вы собираетесь пойти на утренник в детский сад. Мне понравилось это платье для своей стоимости, считаю его неплохим, но, конечно, это полиэстер. Но, тем не менее, оно очень тоненькое, оно летящее, свободное, так что сильно жарко в нем не должно быть. И следующее платье уже более строгий, такой вариант даже может быть офисный. Было несколько расцветок, мне очень понравился желтый, был еще белый, но я решила выбрать черный. Я сейчас не знаю почему. Ну, ладно, здесь должен быть поясок, он так вот интересно пришит, его здесь, как застегивать, а, его сбоку, что ли, вот так вот, или сзади. В общем, здесь есть акцент на талиях, но ткань, скорее всего, тоже полиэстер. Сейчас посмотрим бирку, бирка такая же красивая, 94% и 6% еще чего-то, ну, скорее всего, полиэстер и какой-нибудь спандекс, ну, либо хлопок, но это вряд ли. Есть подплечники, рукав тоже буф, такое платье идеальное для работы, ну, как для работы, наверное, для работы это будет коротковато, да, Ну, если вы студентка или школьница, то можно носить весной холодный, потому что летом жарко будет. Платье, конечно, хорошо сшитое, оно очень красиво сидит на фигуре, мне нравится его дизайн, мне нравится, что есть несколько расцветок и более летние варианты, Но по длине оно экстра мини, я его без леггинсов надеть 100% не смогу. Так что, либо его носить как удлиненный жакет, либо же как платье, но только девочкам с ростом до 155, как мне кажется, ну, может быть, 160. Мой рост 165, и я его носить как платье точно не смогу. Очень жарко у нас, приходится кондиционер отключать, потому что звук, чтобы ничего не мешало, вам меня слышать, и здесь я распаковала несколько топов. Это бренд Warm's Way, я его тоже много раз показывала у себя на канале. Вот такие летние топы, которые стоят 300 рублей или 400, и здесь в составе вискоза и хлопок. Очень хороший состав, полностью натуральная ткань, очень тоненькие, очень такие дышащие, и будут суперкомфортными. Я заказала несколько расцветок, но я вижу, что почему-то мне одинаковые прислал продавец, что-то, видимо, напутал, потому что, мне кажется, я заказывала какой-то голубенький. Там много, очень много расцветок, перейдите посмотреть, или розовый, фуксия, я заказывала, но у меня здесь две лаванды. Одинаковые топы получились, я заказала зелененький, желтенький, лавандовый, и второй мне продавец прислал лавандовый по ошибке, потому что я заказывала розовенький. Мне два лавандовых не нужно, поэтому давайте я подарю одной из своих подписчиц, его отправлю за свой счет в любой город России. Чтобы участвовать в розыгрыше, просто напишите мне что-нибудь хорошее в комментариях, и обязательно укажите свой ник в инстаграме, для того, чтобы я с вами просто могла связаться. Я выберу случайным образом среди комментариев, и вам в директе потом напишу для уточнения вашего адреса. Топы, конечно, очень качественные, приятные к телу, действительно ощущается, что они из натурального материала. По размеру хорошо будет на параметре от S, я думаю, до L, спокойно абсолютно. Цвета у них красивые, яркие, насыщенные. Из минусов это только глубокая пройма, то есть сбоку будет виден лиф, если вы будете его надевать, но без лифа он будет просвечивать. Так что это вот такой момент, который нужно иметь в виду. И еще от Warmsway вот такой тоже топ-нос рукавом, как кардиганчик на пуговках, тоже летний, облегченный, супер тонкий, и это тоже 100% натуральная ткань. Я уточню, у продавца сейчас не помню, напишу, по-моему, вискоза, хлопок, что-то такое. В общем, что-то очень приятное. Мне нравится по качеству, и тоже несколько расцветок, очень милый базовый топ на лето. Дальше распаковываю посылку, здесь написано футболка. В подарок здесь продавец положил такую милую резиночку голубую с бусинками. Футболка невероятной плотности, она очень толстая, она совсем не летняя, я даже не ожидала, что она будет такой толстой. Может быть, это, конечно, хорошо, потому что она будет хорошо держать форму, ну и смотрится такой материал дорого. Но для лета она прямо очень-очень супер плотная. Это М-ка, здесь бирка калиир, да, написано. Это магазин UK Fashion, из этого магазина самые лучшие мои платья, полностью натуральные по составу, самые лучшие тренчи. И вот футболка вот такая. Там несколько расцветок, очень красивые вариации коричневого, от теплого такого молочного, бежевого до шоколадного, насыщенного. Расцветки классные, очень минималистичные, красивый крой с удлиненным рукавом, но имейте в виду, что материал здесь супер плотный. Это стопроцентный хлопок, но он очень тяжелый, прям я не ожидала такого. Футболка приятного качества, мне она понравилась. Размер М-сел свободно. Она супер плотная, но единственный момент, она вроде бы широкая, свободная, но когда поднимаешь руки, такое ощущение, что в плечах она маловато. В общем, у нее просто какой-то необычный, странный фасон-силуэт, но мне она понравилась, потому что шита очень качественно. Дальше распаков... Ой, я прорезала джинсы! Да, я прорезала джинсы. Они были там разрезаны просто, и я... Блин. Да. Нет, не все, только одни, ну вот, получилось вот так вот. Такие хорошие белые шорты, красивые, хлопковые, не тянутся, размер М, вижу, что будет нормально, либо слегка велик. Петелька не прорезана, молния не самая хорошая, такая дешевенькая. Белый цвет, несколько расцветок на выбор, ровно пришиты карманы, вообще шорты сделаны ровно, хорошо, и хлопок не слишком плотный, облегченный летний вариант. Эти шорты тоже классные, тоже очень летние, легкие, свободные. М ко мне хорошо, но, возможно, ее эска подошла бы сюда. Они свободные и по талии, и по бедрам. Мне нравится посадка, которая получилась, но если вы хотите чуть более плотнее к телу, на параметры похожие на мои, в обычной железне я ношу эску, вы можете взять свой обычный размер, потому что они не сильно маломерят. Но они не тянутся, то есть это хлопок, и здесь стрейча нет абсолютно. Следующие тоже шорты, тоже в размере М, и здесь очень интересный цвет денима, такой состаренный голубой, как будто бы выстиранный или вареный, и у него контрастная отстрочка идет коричневым цветом. Прикольно смотрится, но там было несколько расцветок у продавца, так что посмотрите, если вам не нравится именно такой вариант. Молния здесь тоже дешевая, петелька тоже не прорезана, есть кармашки спереди и сзади, силуэт расклешенный, слегка удлиненный, то есть для городского стиля идеально подойдет. М-ка, сейчас примерю, расскажу. М-ка мне прекрасна по размеру, эти шорты мне понравились больше всех остальных, и по посадке, и по качеству, просто идеальные. Опять же, единственный момент, я в них не могу убрать руки в карманы, потому что защипы сделаны так, что карманы тоже защипнулись, это очень странный элемент дизайна, но можно убрать в задние карманы. И джинсы, в которые я, скорее всего, не влезу. Это тоже М-ка, и они очень-очень-очень какие-то маленькие, но они в обтяжку, и вроде как стретчевые, они тянутся, так что, может быть, они растянутся и будут нормальные. По длине, кстати, вроде как хорошие, я вижу, что штанина достаточно длинная, тоже петелька не прорезана, молния тоже дешевенькая, металлическая, кармашки достаточно глубокие, качество хорошее, карманы на одном месте пришиты, все ровно сделано, ниток не торчит, состав хороший, джинса средней плотности, на лето хорошо будет. Джинсы очень классные, мне безумно они понравились, самое главное, они очень длинные, то есть на мой рост они длинные, даже с каблуком почти что 10 сантиметров, мне нужно отрезать, у них сантиметра 4 точно, это классно, потому что они 100% подойдут девочкам выше 170 сантиметров. Мне хорошо подошел размер М, размер меньше или больше здесь точно не нужен, они не слишком тесные, деним здесь тянется, он стрейчевый и он не слишком плотный, так что хорошо подойдет и на лето. Посадка у них невысокая, но и не низкая, она средняя стандартная посадка, на самом деле такая сейчас входит в моду снова, так что обратите внимание, такие джинсы сейчас очень в тренге. И здесь обувь, очень надеюсь не прорезать свою обувь. Это сандалии деда, самая трендовая модель этого сезона, я думаю вы все с такими уже успели познакомиться, успели увидеть. У меня девочки просили такие заказать, я отвечала, надеюсь что я ответила, да, я не помню ответила или нет, что я такие уже заказала и жду, и вот я их дождалась. На самом деле я подобные сандалии заказывала у Таофена, но потом отменила заказ, попросила мне их не присылать, потому что отзывы на них были плохие. Все писали, что продавец обманывает и что там кожа не натуральная. В общем я заказала у другого продавца, модель немножечко отличается. Я не знаю копия Зары это или нет, тоже надо будет проверить, не помню точно, та эта модель или не та. Мне кажется, что они достаточно широкие и подойдут на широкую стопу. Что могу сразу же по ним сказать, что сделаны они аккуратно, следов клея нету, они не пахнут ничем, но они очень тяжелые. Это для тех, кто любит ощущать вес на своей ноге, я знаю, что есть такие девочки, кому это придает уверенности. Я на самом деле тоже больше люблю какую-то массивную тяжелую обувь носить, нежели легкие тапочки, не ощущаемые на ноге. Не знаю почему, но мне так просто комфортнее. По качеству очень хорошенькие, я уверена, что вы видели советы от стилистов, как такие сандалии носить этим летом. Очень модно их носить с носочками, очень модно их носить с платьями такими инфантильными, в цветочный принт. То есть сочетать с чем-то таким противоположным по стилю. Ну и с одеждой деда, например с бермудами, которые я недавно показывала, тоже конечно будет смотреться круто. Вообще совсем с чем угодно, но это, как мне кажется, очень быстротечный тренд. Но я просто не могла его не показать. Хотя мне по душе немножечко другой вид сандалиев. Но эти сделаны хорошо. Эти сандалии деда или рыбака, кто как их называет, мне понравились. По качеству это аналог Zara, но он дешевле. Хотя дешевле не на много, на по-моему полторы тысячи или на тысячу, если я не ошибаюсь. Выполнены они из микрофибры и в Zara они сделаны тоже не из натуральной кожи. Так что качество идентичное, только нету бирочек, а во всем остальном они супер. Маломерят на один размер, мне подошел 38 на обычный 37. И последняя посылка на сегодня, здесь тоже обувь и тоже сандалии. Ой, вылетела резинка, смотрите какая прикольная, с ромашкой. Такая маленькая, какая-то детская, да? Прикольная, красивая. Это бренд Kuta, очень тоже тяжелый, даже вот не ожидала я. Упаковка пыльники, больше ничего в упаковке нету. В подарок, кроме резинки, тоже больше ничего не положили. Бежевый цвет, на выбор есть еще черные и белые. Мне понравились такие молочные, потому что они цельные, то есть полностью бежевого цвета. Они тяжелые, они весят где-то килограмм, наверное. И тоже, как мне кажется, они подойдут на широкую стопу. Такие сандалии более классические, нежели то, что я демонстрировала недавно, джинсовые, твидовые на платформе. Эти же более такие вне времени сандалики. Обычные, в общем, обычные сандалики, что про них еще сказать. Хотя тип застежки на них точно такой же, как я показывала от Beauty Today или от бюджетного магазина. Вообще, неплохие по качеству, это натуральная кожа, внутри тоже должна быть натуральная или искусственная, нужно будет точно проверить. Сделаны классно, вот прям очень аккуратно, очень красиво, мне нравится. Немножечко помялись, но это не проблема абсолютно, я думаю, они сейчас выправятся сами по себе. Сандалии удобные, размер 38, мне сел идеально на мой обычный 37. На широкую стопу, как я сказала в начале видео, не подойдут, потому что мне они вот-вот уже впритык по объему, у меня стопа обычная, не широкая, не узкая. Конечно, объем можно регулировать, затягивая по-разному липучки, но в целом на обычную стопу и берите обязательно на размер побольше. А так они удобные, несмотря на то, что вес у них около килограмма, они достаточно тяжелые, но мне это только в плюс, потому что я тяжелые обувь в принципе люблю. Ну вот и все, такая получилась отпускная, очень теплая распаковка, надеюсь, каждая для себя что-то найдет, что-то купит к лету, к отпуску предстоящему, ну или возьмет себе на заметку какой-нибудь образ. Очень постаралась вам показать все максимально подробно. Пишите в комментариях, какой образ понравился вам больше всего, не забывайте про розыгрыш, для розыгрыша необходимо подписаться на канал и оставить комментарий. Я подарю один из фиолетовых топов, которые я продемонстрировала. Обязательно еще нужно написать свой инстаграм, для того, чтобы я с вами просто имела возможность связаться, потому что на ютубе я сообщения написать не смогу. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, вы уже подписались на мой канал и поставили колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск. Ну и всем пока-пока, скоро вернусь. Субтитры сделал DimaTorzok